МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Ксения Собчак. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Сегодня мы в очередной раз вынуждены отступить от правил. На улице все еще холодно, и наши пятизвездочные домики на этой неделе снова будут пустовать. Но это совсем не значит, что влюбленных пар в городке стало меньше. Напротив, появилась еще одна. Андрей Александров всерьез увлекся новой участницей Олесей. А тем временем старые пары продолжают конфликтовать. Настя ругается с Сэмом, а Оля с Ромой. В общем, как всегда, событий у нас много, и самые интересные впереди. Но наступил 651-й день нашей телестройки. Вчера Ольга Бузова и Роман Третьяков продолжили выяснять отношения после возникшей на днях ссоры. Им так и не удалось помириться до отъезда в Нижний Новгород, куда они отправились на гастроли вместе с остальными старичками. День Насти и Сэма тоже прошел в непрекращающемся конфликте. Настя приревновала Сэма к новой участнице Олесе, с которой он был знаком до ее появления на Доме-2. Но к вечеру Насте и Сэму все же удалось прийти к взаимопониманию. К тому же саму Олесю интересует не Сэм Селезнев, а Андрей Александров, с которым она отправилась на романтическое свидание сегодня утром. Владимир Рудский тоже уехал, чтобы после долгой разлуки встретить Оксану прямо около поезда. Добрый день. Я дома. Ура. А что, все спят? А что ты думала? Ой, мой домик номер два. Открывай, мой домик номер два. Давай. У-у-у, факт. Чую. Вставайте. Правда, все раскручивается, конечно же. Ну, что она прощает? Я сегодня встала самая первая, потому что я не могла просто больше спать на бегуде. Наконец-то ты выспалась, мать. Я вообще не спала. Я всю ночь мучилась на этих бегудях. А Оля Стародубцева вчера за мной повторила. Я как только накрутила, она тоже побежала крутить. И теперь вы все ходите накрученные. У меня все равно лучше. Ну, конечно же, Инна. Конечно же лучше. Конечно лучше. Вставайте, давайте. Дорогой, я хочу себя сначала пристать в порядок, а потом, чтобы ты посмотрел на меня молодой и красивой. Вот я вижу молодую и красивую сейчас. Тогда что тебе? Тогда мне... Хотя я и так знаю, что это так. Три поцелуя. А ты зубы почистил? Нет. Почистят, потом будут поцелуи. А ты только в десну умеешь сомать? Мне хочется, чтобы ты еще смыла энергию сна. Вы взгляды, а мне эти четыре. И я тебе сколько раз говорила? Я не люблю, а я так шутил. Так. Я честно говорю? Ну как вы сейчас тут начали шутить? Я честно говорю, Три недели без поцелуев. Я не про три недели отправил в десну. Ну можно поцеловать. Ну вот, я иду и целую всю очку. Ну ты очень тут колючий. Целуй. Не забывай. Ты сначала помойся, побрейся, приходи. Аккуратно, смотри, не сломай ему ни хвостик, ничего. Не сломай ему ничего. Успокойся, хватит цепляться. Смотри, зеркало себя видит. А у нас для чего зеркало? Чтоб разговаривать, надо еще сверху черное полотенце, не орал. Не только не орал. А зеркало ему для того, чтобы ему не было скучно. Он смотрится в зеркало и думает, что их двое. Ну, сам как-то. И разговаривать его учат так. Что? Девчонки. Какая вредная картинка. И обнаглевший чует. Че чует обнаглевший? Че не обнаглевший? Завтрак мужчине. Если девушка делает... Ой, а это что такое? Не знаю. Что-то ужасное. Что-то ужасное. А это, ну, это другой. Она душевно раскрывается. Чакры раскрываются. Чакры. Чакры еще раскрываются. Че умы. Так, надо идти курить. А что ты на розетку ходишь? Вот только футболочки, маечки вижу. Только. Держи. Ты не злись на меня. Я на тебя не злюсь, Русланчик. Ты же знаешь, мне нравятся всякие интриги и желания с твоей стороны. Я знаю, что под этот день, когда ты скажешь, пойдем в домик, заселимся. Мадапака, я ловлю. Че мучаешься на этой кровати? Причем здесь на этой кровати, Руслан? Потому что я хочу спать с тобой, и ты хочешь спать со мной, и обниматься, и общаться, и все такое, чтобы не мешали нам пять девочек, которые делают кудрить свои вещи. Не знаю, я спокойно при пяти девочек сплю у тебя на плече, как и ровно там бы я спала. Мне девочки не мешают тебя спать на плече, Руслан. Да? Да. Все. Все. Спать, чтобы ты меня обнимал. Мне нужно равновесие и спокойствие в отношениях. Уважение, понимание, глубокое. А я для этого заселяюсь. И не вру. Я для этого заселяюсь, и не вру. Чтобы целовать тебя и уединиться с тобой. Не надо со мной, ты можешь со мной уединиться и при ребятах. И мне нечем скрывать. Мне как-то неудобно, некрасиво там при ребятах уединяться. Я добилась того, что это, хотя когда-то ты не любила со мной лежать на постели и смотреть фильм, потому что говорил, что тебе нужно отдать. Я все время любил смотреть фильмы. И сегодняшний день я буду смотреть фильмы. Смотреть их. И меня не обнимать? Обнимать? Да, чисто. Хорошо. Тогда ты лежи на своей постели и смотри фильмы, а я себе сделаю такое вип-кресло и буду тоже одна смотреть фильм. И два часа. Это будет только мое личное пространство. И не надо мне мешать. Семи облететь. Все, договорились. Договорились. Когда он что-нибудь писал? Не, небо. А? Небо. Не знаю. На английском языке перевод никогда. Все же говорят, что я не искренен к тебе. Слушай, вообще не говори мне, понятно, такие вещи? Постоянно. Понятно? Понимаешь? Не надо мне навязывать или говорить про это. Слушай, ты меня не любишь. Да, знаешь, если я тебя не люблю. Чуть-то много проснулся. Какое-то состояние такое сонное. Переспал, наверное. Ты не умывался еще? Нет. Ну, поэтому. Четко это в душ. В душ? Один. А я не настаиваю с тобой идти в душ. Нет, я наоборот тебе намекаю, что... Что ты пойдешь один. Ну, что может быть. Кто зайдет там. Если что, да? Ну, вдруг. Мало ли, руки помыть там. Там волосы причесать. Мне, наверное, придется все-таки идти одному. Жаль, конечно, что никто выходит на стройку. Ребят, ну, бей ты, мотов-хакер. Зова правильно. Бу. Бу. Это что, стекловата, что ли? Так, ребята, а что, есть? Нет, это вата какая-то. Она не хочется. Есть это, гвоздики. Штучку сделай. Давай, не тупи. Не тормози. Да давай, пусть, блин, мозг растеваешься, что ли. Еще одно сразу готовь. Ну, где же я бумажек вам столько найду? Что вы нас сегодня приготовили интересненького? Я замечаю. Чайная коробочка. Коробочка для знакомства с чаем. Берете ее двумя руками, делаете три выдоха и три вдоха. Мы сейчас дышать будем? Угу. А нам никто не предупреждал, что мы здесь дышать будем? Сейчас я буду прогревать посуду. Знакомилась? Да. Очень вкусно так. Привет, чай. Меня зовут Андрей. Вот этот вот метод заваривания, который вы сейчас видите, называется гунфу-ча. Гунфу-ча? Простите, а то, что вы проливаете, это нормально? Конечно. Вы все вылили? Все выливается лишнее вниз. Скажите, а можно хотя бы поесть? Раз уж нам чай не даете. Можно? Конечно, но только после того, как вы распробуете как следует чай. А ее наоборот надо. Нет, нет. Нет. Смотри, смотри. Дай я покажу, как. Вот так вот. Раз. Инга, а почему ты сегодня такая красивая? Хотя ты всегда очень красивая. Сегодня особенно. Сегодня красивая. Абсолютно случайно. Да ладно. Инна Бигуди всю ночь не спала, и два часа перед зеркалом не красилась, и не думала оставить себе челку или брать ее наверх, и не придумала, какую одежду надеть на себя. Это все совершенно случайно. Все прибили? Вы не все прибили. Больше не идет. Вот есть, валяется внизу. Я знаю, что ты разговаривала с мамой, со своей. Да. И что мама тебе в очередной раз сказала, что Алена к тебе на самом деле относится не так, как ты просто. Ну, мама вообще, она к ней не так негативно на нее настроена. Она, говорит, постоянно, говорит, старается как-то тебя, говорит, подколоть там еще что-то. Ну, Ангел, а ты что, раньше этого не знала? Я знала всегда это. Просто мама мне вчера сказала, что еще они с Ингой там что-то мутили насчет Антона. Почему мне не нравится Антон? Я говорю, спрашиваю у Инги и у Алены. Сначала у Алены. Позвали Ингу. Они отрицают, говорят, мы такой не помним. Ты нам такой не говорила. Ну, мы такой не говорили. Про Антона, то, что почему мне не нравится Антон. Ну, не в моем вкусе. Почему он тоже мне нравится? Что-то не нравится. И она была такая владелица именно Антона, но зато всем женщинам он нравится. А этого не происходит. Мне кажется, вот это. Мне тоже кажется, что ей хочется подсознательно, чтобы в Антона были все влюблены, все его хотели. Да, да, да. А он как-то особо никому не нравится. В отличие от Степы, кстати. Со Степой у нее была такая история, что Степа нравился всегда всем. Слушай, а чего за история с другом Руслана? Что за друг Руслана? Не Руслана, а Андрея Александрова. Короче, я смотрела фотографии с Андреем, он мне показывал фотографии своих друзей. И там мне понравился очень один мальчик. Такой темненький, красивый, прям то, что всегда мне нравилось. Ну, высокий, загорелый. Слушай, ну какая ты профорсетка. Тебе еще неделю назад нравился Андрей Александров. Теперь тебе уже нравится его друг. Ну, так, вот такая моя жизнь пошла теперь. Все, он теперь уже... Это же была такой строгой, степенной девушкой. Да, я теперь приглядываюсь к любому мужчине. Я вижу, что с Александром сейчас... А как же Андрюша Александров? Все, он со своей Олесей пускай. И он мне просто был симпатии. Я не говорила, что он мне прям... То есть все это не получилось теперь с другом Александром. А он мне просто тоже понравился, понимаешь? Нет, можно посмотреть. Ахайю найди, понимаешь? Ну, как насчет меня отреагировали твои друзьями? Знаешь, ты очень всем нравишься. И не секрет, что ты очень симпатичная, красивая, да, милая, женственная девушка. Может быть, и некоторые даже и завидуют, что твои красоте. Но не дай мне тебя в обиду. Ты пришла ко мне, я хочу с тобой строить отношения. Ты мне очень нравишься. Что бы там ни говорили, да, какая ты есть. По крайней мере, по первому, да, виду ты мне очень подходишь. И я хочу строить свое отношения. Ты мне тоже очень нравишься. Я не думала, что ты такой хороший человек. Насчет Степы постоянно мне говорят, что типа я его жду, там... Конечно, ждешь. Давай. Хорошо, посмотрим. Все, я поспорю, да, ты хочешь? Да. На что? Не знаю, на что. Ну, давай. На то, что на лобном месте. Нет. Ни разом будешь говорить, о, умнейшая Ксения, как ты была права, Степа, настоящий. Если я умеру, то я тоже самое буду говорить. О, Айгюн. Великая, мудрая женщина Востока. Как ты была права, прости, я ни разом. Да, не надо на колени. Ну, не на колени, ну, вот так. Хорошо. Хорошо, давай. Не надо, ты журтым отошла. Тройная, в татуе, вообще кончено. На фига ты это делаешь? А-а-а. Кто там больной? Давайте больные все, идите сюда. Что ты делаешь? Ой, ну, честное слово, ну, мне лично не смешно. На хрена ты это делаешь? Я в Тауте мучалась. На хрена ты это делаешь? На хрена ты это делаешь? Подходит вот так вот, прямо вот так вот, волосы мне в дурость, что ли, вообще? Больная, что ли? Я не могу понять. Не, сиго одну мне, да, у меня есть пальцы сиго. Спасибо, она лучше. Ну, я уверена, что в твоих мечтах последнее время появляется девушка по имени Лёля. Да, ну, глупости. Ты с чего это взяла? Вот мне это вот просто интересно. Ну, у меня есть такое внутреннее ощущение, что она тебе не безразлична. Ну, хорошая девочка, почему нет? Симпатичная. Харат. Можешь представить ситуацию, в которой ей удастся осуществить задуманное и завоевать твое сердце? Жизнь меняется всегда, Ксюшенька. Может быть, завтра что-нибудь случится еще страшнее. Может, придет еще кто-нибудь. Может, Лерка вернется. Я же не знаю. Но, по крайней мере, настрой такой, что будем продолжать общаться. Потому что, ну, вот, среди всех девушек... Но она тебе симпатичнее, чем Леся. Потому что, мне кажется, вначале тебе Леся внешне понравилась. Нет, ты знаешь, они по-разному мне нравятся. Леся мне нравится внешне. Такая вот миленькая. Сильно скромная, знаешь... А ты любишь поразвратнее. Ну, да, да, да. Вот как ты... Ну, тогда тебе должна нравиться Алена Водона. Она мне и нравится. Ну, понимаешь, что не по-синьке шапок, правильно? Да, Ксюшенька. Конечно. Тем более, у меня есть Антон. Тут, конечно, куда же мне с Антоном-то? Ну, я просто, честно говоря, вот так вот между нами девочками не могу понять. Красивый, интересный парень. Ну, почему не попробовать завоевать девчонку, пока она бесхозная? Потом, ведь ты же понимаешь, может, со Стёбой опять что-то получится, еще что-то. Пока есть возможность. Не нужна мне Алена. Есть Лерочка. Люблю. Буду продолжать добиваться возвращения ее сюда. И уже тогда покажу. Ладно, Ромео. Ромео-то наш, да. А между делом всех за задницу. Не, ну, подожди, подожди, между делом. Я тебя, между делом и тебя могу застать. Ну, ты, Шипан, я в этом плохого цена. Нигде. Проект тебе про него. Про тебя? Да, я думал про него. Вот, смотри, кто. Такой штучка. Спасибо. Как назвали-то, как зовут? Вован. Вован? Вован? Да. Здорово, Вован. Ай, не умеет. Вован, привет. Два месяца вчера исполнилось. Вчера? Ого, там ты большой уже. Владимир Александрович. Ты недавно родил уже. Я? Или Ольга. Ловка. Можно мне его потрогать? Ну, потрогайте. Потому что она грустная. Брой нахмурился. Владимир Александрович. Что он такой серьезный? Такие ручки. Не знает, кто вы. Не критивый? Да. 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 Синьорита, расскажите нам, пожалуйста, всем о себе и о Чуеве. Как ты смотришь на то, что вчера он тебе явно дал понять, что ничего не получится у тебя с ним? Положительно. Я так и буду к нему относиться. Я скажу вам всем, мне нравится Чуев и Москва, и мы останемся хорошими друзьями, я надеюсь. Согласен. У нас что-то делать будет. Хорошо. Скажи мне следующее. Ты в первый день, когда приехала, показала всем, что ты очень сильная женщина и истеричка, и еще та... Не истеричка, а стерва. Комплимент, комплимент. Нет, я согласна с тобой, я не показала, я такая есть. Ты такая есть. Тебе не кажется, что сдаешься, ты следуешь. Того, что я сейчас с ними в данный момент, то есть ссорюсь, ругаюсь, кричу, я не узнаю просто людей. Понимаешь? На самом деле, какая я была, такая я и осталась. Девушка очень красивая, милая, обаятельная, самая лучшая, я считаю. Это Ксения Собчак? Да, это Ксения Собчак. И ты настроен позитивно? Да, завтра я еду, занимаю денег, покупаю ей подарок, и... ...покупать ей, что-то колечко, наверное. Колечко. И ты надеешься, за им бриллиантами... Ну, если даже она скажет нет, или... ...такой же человек. Вот есть, чему поучиться у человека? Чему поучиться? Подарить кому-то кольцо занимания... ...настойчивость. Собчак есть молодой человек, который ей недавно машину подарил, последнюю марку, Мерседесу. Он хочу подарить. А ты со своим кольцом. Последний. Да, вот... Москву, возвращайся! Иди, Москву, вернись и подумай, что главное не кольцо и машина, а... ...она испытывает к тебе какие-нибудь чувства? Мы разговаривали с Аленой, я разговаривал и говорил, что у моего деда есть в Москве 412. Я покупал к нему колеса, скотчем, лобовое... А ты, Москва, смотришь Собчак в глаза и чувствуешь? Ах, да как я чувствую? Улыбка просто, я ее вижу издалека, у меня... Ну, ты чувствуешь, что ты ей нравишься, как мужчина? Я хочу все-таки на свидание с ней съездить, а там уже посмотреть. Боюсь, боюсь это все вот здесь вот. Улыбки гламурные, это не то. Тет-а-тет. Нужен мне тет-а-тет с ней. Плю-лю-лю-лю-лю-лю. Плю-лю-лю-лю-лю-лю. У меня-тетчу, тихо-тиху. У меня же тоже такой потом будет. У меня же нужно при... Как это? Скажи что им, тетюль, бу-у-у-у. Бу-узова, правильно, бу-у-у. Бу-у-у-у. Какая, бузово, да? Ой, ой, улыбается. Бузово-бузово. Плохо, ну неплохо. Почему он плачет? Может я его неправильно держу? А ты наклоняй что-то вот так. Ой. Ну держи там бутылку. Ты побольше наклоняй. Вот так вот бери бутылочку. О, ничего себе. Бери бутылочку нормально. Нет, это я гимн бил. Ого. Вчера только так. Кто здесь? Фамилия? Вот как плачет первый ребенок на Фрексе Дом 2. Ты что, блин, шутка? Ты ворона. Никакая я не ворона. Она справила тебя, что ли? Человек не воспринимает шутки. Нет, Оля, подождай. Это не шутка, Оля. Инга, я понимаю, что в пятницу голосование не нужно бесить меня. Так это не шутка, Оля. Тихо, нет, подожди. Можно мне сказать? Да. Она говорит мне, что ты... Я подхожу. Так, у нас перекур, все у нас перекур. У нас перекур, Инга, все перекур. Все. Вот так я сделала. Ты держала. Ты держала. Я не держала. Инга, ну ты больная, что ли? Совсем воспринимай шутки нормально, адекватно. Это была шутка. Зачем ты? Зачем ты? Какие это шутки, Оля? Объясни мне. Когда у меня и заколка съехала, все, ты просто вот так вот стояла. Я не съехала. Не ври, заколка у тебя не съехала. Ты стояла вот так вот. Делала. На тысячу раз, тогда, ну что у тебя, изменилось с волосами? Я кто как знаешь когда подняла. До конца лак доляла, чтобы это доделаться. Инга, ну ты не нормальная. Воспринимай нормально такой юмор. Это была шутка. Я не понимаю, это какой юмор. Я не, это такой юмор. Я твои волосы не хотела там отстричь или порвать. Ты такой юмор понимаешь? Ни трогай пожалуйста. Не трогай меня вообще за волосами. Ну все, все, отойди пожалуйста. Ты понимаешь, что кишут? Я не понимаю, что кишут. Я не понимаю, что кишут. Если мои волосы тронут, мне это неприятно. Слушай, Толя, я же молодая собираюсь. Если соберусь, пойду. Как это, как сказать про Ингу? А как если скажу? Вот смотри просто, какая ситуация. Когда не было Алены Водонаевой, она хотела отбить Антона. Меня она обсуждает с Аленой. Со мной она обсуждает новенькую Алену. С новеньким мальчиком она обсуждает Айгюль. Она обсуждает всех. Понимаешь? Так это да, все обсуждают друг друга. С одной стороны, понимаешь, вот, например, ты знаешь, кто к тебе плохо относится, и люди, соответственно, те, к которым ты плохо относишься, я тоже знаю, потому что ты можешь в глаза сказать о том, что плохо, что ты думаешь. Я могу на себя сказать, я к кому-то хорошо отношусь, и кого-то я люблю, да? Но если к кому-то я плохо отношусь, я прямо в глаза говорю. У тебя ситуация с Вовой, например, сложилась, ты пошла, Вове сказала, да, так, так. То есть ты не ходишь, там, и за спиной не обсуждаешь, ты идешь. Так же и я, если мне что-то не устраивает, я иду и разговариваю. А Инга, получается, так, она со мной сейчас в курилке, мило беседует. Так беседы у нас происходят постоянно, а за спиной она меня обсуждает. Чтобы тебе подойти с ней и поговорить, что такая есть информация, Аня Бузова прислала и все досконально пересмотрела, чтобы точной. И скажи, объяснить. Нет, я хотела ей на ломном месте сказать. Знаешь, почему? Хотела, во-первых, сказать при всех, чтобы она свой язык у нее закрыла. Это раз. Ну, потому что мне не нравится, когда обсуждают мои отношения, это раз. Во-вторых, если она ко мне плохо относится, она со мной нормально общается, и я с ней тоже, понимаешь? И воспринимаю ее нормально. Но после того, как мне каждый раз, то мама, это уже не первый раз, то мама мне присылает смс-ки, то Анюта мне присылает смс-ки и говорит о том, что Инга там всякую фигню говорит. Я не могу к ней относиться нормально. Ну, если такой глобальный вопрос, то скажи, я хочу поднять тему по поводу Инги, что она обсуждает меня за спиной. Если что-то не устраивает, говори мне в глаза. И говори по факту. Вот почему. Так, объяснись. Меня это не устраивает. Нормально. Правильно. Милая, ты где? Оксана! Эй, здорово, дурак. Не бойся, привыкай ко мне. Чирик-чирик. Аля, буржуй. На. Кушай. Не хочешь, как хочешь. Дураком помрешь. Чунки нацепила. Молодец. Правильно. Так и надо. Уважая женщин, которая за собой ухаживает. Очень мне нравятся такие женщины. Инга, я понимаю, я поняла Ингу. Девочка сделала себе прическу. Хоть я с Олей хорошо общаюсь, но я, Оля, я себе такой человек. Хоть я буду с Теоней с тобой хорошо общаться, даже дружить, но если я увижу, что ты не права, я тебе в лицо подойду, скажу, ты не права. Потому что девочка сделала прическу. Не знаю, она меня игнорирует. Олю. Я к ней нормально отношусь, сейчас нет, просто я сейчас так подумаю. Я еще нет. Я вообще не думала по этому поводу. Я больше сейчас за кастинг думаю, что приедет Степан, и что вообще будет. Вот это у меня больше в голове. Посвященна, посвященна. Слушай, я за ватманом пришел, дай ватман. О, и он заорал, он тоже испугался. Я победил, я сделал это. Тирю, тирю. Он меня защищает, он говорит, ты что хоть делаешь? Гад такой. И всем вместе, чего мы хотим? За силене! В нашем городке есть девушка, которой мы завидуем все белой зависти. И ее сегодня ожидает сюрприз. А кто это, мы сможем знать только с помощью Ксении Собчак. Встречай. Потрясающе. Видимо, в честь белой зависти. Настя Дашко сегодня у нас вся в белом, как снегурочка. Но поговорим мы не о ней вначале, а о другой любительнице белого. Белых пушистых сапожек, белых пушистых кофточек. Это, конечно, Инги. И о Ольге. Инга сегодня, походу, у нас тоже обзавидовалась, что у Ольги кудри лучше, чем у нее. И на эту же вытрепещущую тему был целый конфликт. Правильно я понимаю? Я не все, по-моему, ты перепутала. Это не я обзавидовалась. Ну, кудри у вас у обеих симпатичные. Я вам сразу скажу, девчонки, чтобы не расстраивались. Все, что завидовалась не я. Я считаю, что этот конфликт не стоит в единого яйца, и нет смысла вообще обсуждать. Инга, но тебе не кажется странным, что очень много конфликтов за последнее время именно вокруг тебя? На самые разные темы. И каждый раз ты говоришь, что ты ни при чем, и это все злые наговоры. Ксюшенька, в этот раз этот конфликт был, как бы люди наблюдали, и меня поддерживают, что я абсолютно права. Оля неудачно пошутила. А ты неудачно восприняла шутку. И я думаю, что каждая бы девушка отреагировала на такую шутку именно так. И если я в этом конфликте должна была вести себя как-то по-другому, то пусть мне скажут, как именно. Олечка, ты тоже хотел что-то сказать? Да, я хочу. Озвучить? Да. Просто, когда мы были на стройке... Если ты сейчас озвучишь, ты получишь микрофоном по голове. А ты получишь соответственно так. Когда мы были на стройке... О, а говорить в единого яйца, не знаю. Потрясающе. Когда мы были на стройке, просто Инга в последнее время неудачно воспринимает шутки, неадекватно их воспринимает. И то, что она сказала, я ее дергала и выпрямляла волосы своими ладошками, это было не так. Говорю, пойдем на перекур. Просто я подошла, ну, с моей стороны это была шутка. Она ее восприняла не так, как нужно было воспринять. Она хотела устроить конфликт, у нее не получилось, потому что она во время своих криков улыбалась. Так вот, Инга, чтобы у нас с тобой не было ссор таких вот дешевых, я тебе хочу... Нет, нет, мы никому не будем давать, Инга больше микрофона. Ольга, скажи, пожалуйста, еще. Я тебе хочу подарить мигуди, чтобы у тебя были такие же прекрасные локоны, как у меня. И держались очень долго. Мелкие, но я возьму, в крайнем случае, тебе подарю. Спасибо большое. Вот, поговори. Замечательно. Две шикарные блондинки, обе с кудрями. Я знаю, что еще одна шикарная блондинка, Настя Дашко, тоже хочет что-то сказать. Аксюш, спасибо, что дала мне микрофон. Значит, в нашем городке есть люди, которых я называю трусами, которые могут обсуждать людей только за спиной, а в глаза могут улыбаться. Это, опять же, Инга. Значит, Инга называла меня Иолю Бузовой соломой. Говорила о том, что мы простушки, именно поэтому с нами находятся молодые люди. Тебя я не сказала ни разу, Настя. Да, слушай, я тебе сказала, а потом будешь говорить. Так вот, Инга, я хочу тебе сказать вот что. А простушка у нас тыру, и цена тебе 3 рубля. И вместо того, чтобы обсуждать девушек, ты лучше побегай по беговодорожке лишний раз, загоняя свои жиры, может быть, тогда у тебя появится молодой человек. Понятно? Настенька, как бы я ни бегала, моя фигура все равно намного лучше, чем твоя. Ты знаешь, но только со мной находится молодой человек, а у тебя с прошествием очень длительного времени никого нет. Настенька, ты знаешь, что... Этого было очень много ухажеров, а у тебя никого нет. И ты сказала, что полгода, хоть делай ты свои моконы, хоть не делай. У тебя нет ни одной подруги. Ты обсуждаешь, значит, когда нет Алены, ты хочешь отбить Антона, меня обсуждаешь с Аленой, со мной обсуждаешь новенькую Алену, рассказывая о том, что она встречалась с 60-летним мужчиной. Это было в первый день. А Юль, ты обсуждаешь новым мальчиком, что она будет строить отношения только для того, чтобы насолить Степи. Так вот, я не навязываюсь тебе подруге, но если ты, послушай, и мне тоже, но для того, чтобы высказывать свое мнение, умей высказывать его в лицо. Понятно? Иначе я вырву тебе твой гнилой язык. Поняла меня? Я ни разу про тебя ничего не говорила. Ты всегда так говоришь. Ты говорила так. Я могу это сказать не в лицо. Мне вчера человек прислал смс-ку, точь-в-точь, слова, которые ты говорила. Понятно? Ну что ж, Настя, твои претензии, Настенька, принимаются. Инга, ну вот действительно, все время вокруг тебя. Смотри, не успела с Олей помириться? Сидишь с подаренными бигудями, тут же тебе претензию Настя предъявляет. Остальные девчонки, остальные девчонки недовольны. Я отвечаю, что ты за собой. Настя за собой очень много, очень зная. У тебя, действительно, нет ни одной подруги на проекте. Ксюша, мне не нужны подруги, потому что подруги это те люди, которыми дружат по 10 лет, по 11. Как я могу сказать, что у меня есть подруги? У меня есть люди, с которыми я хорошо общаюсь. Ну когда-то ведь надо начинать, даже 10-летняя дружба началась с какого-то одного дня. У меня есть девушки, с которыми я хорошо общаюсь. Это Виктория, Алена и еще несколько девушек. Ну, замечательно, Инга. Надеюсь, что это действительно так. И, соответственно, следующая тема, которую я хотела обсудить, это, безусловно, то, что сегодня, к сожалению, у нас не будет заселения в пятизвездочные домики, потому что у нас по-прежнему холода. Уже четвертую неделю подряд ты нам говоришь холода. Я не могу с Викторией находиться в комнате. Так, короче, хватит соплей. Какие холода, Собчак? Я думаю, греет любовь. И мы, Лерочка, меня очень греет любовь. Я достаю его, братья, но тебе двухэтажный домик. Хочу показать, что ни хрена не холодно, как и всем остальным. И мы хотим, хотим, мы лично все. Хотим заселение. Заселение. А я все, что холода ею. Нету золотого стука. 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 Тепло, жарко, пойди. Дайте мне предназначение. Пойду, мы хотим. Так, ребята, все, лобное место надо по-быстрому заканчивать, иначе вы все простудитесь. И поэтому, не зря на то, что сегодня у нас день совершенно... Нет, тихо, ты замерзнул, подожди. Продетом можно и померзнуть. Так, все. Пришел, пришел тот момент. Это мой день. Я хочу это сделать. А именно... Раздеться. Держи. Давай, пошел. Не мешайте, ребят, помочь. Ребят, сядьте только. Тихо. Ксюша, тебе посвящаюсь. Тихо. Как хотел бы я стать для тебя чем-то жизненно важным. Стать, к примеру, подушкой пуховой тебе с простыней. Если б можно, я стал тебе тапком домашним. Наслаждаясь твоей и изящной, и нежной ступней. И водой прозрачной, и с тысячи дырочек в душе. Я тебя целовал и лился б тебе по плечам. Стал бы вкусным обедом и тенью, духов ароматом. Обратился б любимым брелоком к ключам. Быть любимой цитатой, и местом, и томиком книги. Чтобы пальцы твои и глаза ночь до ночью читали меня. А еще зазвучать на асфальте под окнами фразой. Ксюша, милая, как же люблю я тебя. Когда-то ты говорила, что стих сочинил не я. Я постарался доказать тебе сегодня вот чем. Я написал твое имя и попробовал. Что-то может из этого получиться. Заступительно получилось. Как приятно. Покажи. Молодец. Спасибо огромное. Но я в свою очередь тоже чуть-чуть приготовилась. Несмотря на то, что я не знала честно о твоем сюрпризе, честное слово. Но, зная, что сегодня просто абсолютно обычный день, стандартный, но вот что-то почему-то меня навеяло, что я тоже хочу поддерживать вас, Русланчик. Стихов я, к сожалению, сочинять не умею, зато я тебе принесла клубничку красную, как мое сердце, и хочу с тобой ее вместе покушать. Ну а мы увидимся с вами сразу после рекламы. Давай я сейчас позвоню человеку при тебе. Я не хочу никаким человеком разговаривать, я не буду разговаривать. Ты не будешь разговаривать, ты просто послушаешь, что сейчас человек скажет. Я не хочу разговаривать. Почему ты не хочешь? Для того, чтобы говорить такие вещи, потому что ты обсуждаешь людей, потому что это касается меня. Если это не будет касаться меня, то не будет никаких проблем. Я тебе сейчас покажу смс-ку, сейчас позвоню этому человеку при тебе. Не надо звонить этому человеку. Нет, я позвоню, потому что ты говоришь, что таких слов не было. Я сейчас позвоню, покажу тебе смс, чтобы ты знала, что это не вранье, слово-слово. Если ты мне не выслушаешь, я с тобой не буду разговаривать. Настя, ты можешь мне дать поговорить с тобой нормально? Сейчас мы зайдем, чтобы не было таких моментов, что ты... Настя, а тебе я плохо никогда не говорила. Я всегда говорила, что ты с редакторами со всеми. Инга, послушай, я к тебе относилась нормально до сего момента. Если меня что-то не устраивало по поводу тебя, я тебе всегда это говорила в лицо. И то же самое я требую этого от тебя. Мне вскоре тоже придется делать предложение. А давайте... Тяжело придется. Почему не придется? Давайте вы сделаете предложение в один день. Давай, Вова. И одному из нас повезет, ты хочешь сказать? Что ты? Вовка, значит, холостым будет, ему клево, а я, значит, обременять сего, да? Да, удивительная была бы история. В один день делаем. И в один день свадьбу. У меня его Собчак. Нет, Вова к тебе отказывает. А, ты ему, Вовке, отказываешь. А, ну да. Да, ну да, отказываешь. Причем неожиданно это все. Ты отказываешь, а она соглашается. А? Угу. Вот тогда. И что ты будешь делать, когда жить на вокзале? Почему нет? Квартиру снимай, но у меня вот друзей. Я представляю. Не знаю, друзья, знакомься. Ну-ка, что, откройте порточку, что-то у вас здесь накуренное. Вызлетку уберите отсюда, ага. Так. Давай я сейчас позвоню человеку при тебе. Не надо звонить. Я не хочу никаким человеком разговаривать. Я не буду разговаривать. Нет, ты не будешь разговаривать. Ты просто послушаешь, что сейчас человек скажет. Я не хочу разговаривать. Почему ты не хочешь? Потому что мне не нравится то, что ты меня сейчас начинаешь забивать. Я тебе объясняю сейчас ситуацию. Я тебе говорю человека, который находится за периметром, который видел эту стену. Я тебя не имела в виду соломой. Потому что я не хочу не разговаривать ни с каким человеком за периметром. А тебе не надо. Ты просто послушаешь, что человек скажет. Я ему буду задавать вопросы, а ты просто услышишь. И, Настя, я тебе объясняю, я тебе вот сейчас говорю по-настоящему, как, вот я не знаю, чем тебе доказать. Вот по телевизору-то по-другому. Ну хорошо, давайте подумаем, где я буду с ней жить. Давайте подумаем, где будет жить Москва Собчак. У нее дома, у нее квартира хорошая. У нее есть гувернантка. Она еще играет. Ей придется менять гувернантку на мою... Ты можешь сам уводить гувернантку и стать гувернантом. Я тебе скажу, где ты будешь жить, как всегда, в том же месте, на том же кровати. А почему ты не поговоришь Собчак хотя бы у нее работать дома? Ты умеешь водить машину? Молчусь. Что ж, по истечении полутора лет на проекте Дом-2, я поняла, что не зря пробыла здесь столько времени. Мне тоже досталась частичка той большой любви, которая у нас здесь повсюду. Чего и вам желаю. Увидимся с вами завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Как-то летом мы приехали сюда. За проектом наблюдают вся страна. Мы мечтали все пять кастингов пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти. 15 клевых людей на проекте Дом-2. С нами Ксения Собчак и Ксюша Парадина. Дом-2.